здравствуйте друзья рад приветствовать вас на канале и сегодня мы снова на карьере лазурной погружаемся проводим вернее очередное погружение и сегодня я хочу познакомить вас с одним девайсом очень полезным для дайверов это так называемый персональный компьютер бортовой компьютер как это на языке автомобилистов звучит вот я его приобрел недавно поэтому сейчас вам расскажу вкратце что он может значит и это компьютер финского производства суунто как-то так наверное произносится поэтому я финском не силен вот суунто зуб панова вот чисто финское произношение значит по умолчанию компьютер находится спящем режиме как сейчас видно любая кнопка выводит его из спящего режима и он выходит в режим часов в режим времени вот значит сейчас у нас 16 сентября 1054 вот здесь на английском языке день недели еще указывается значит управление производится четырьмя кнопками компьютер погружается имеет возможность но не проницаем для воды до 66 метров вот значит какие режимы есть режимы значит из режима времени можно перейти сразу долгим нажатием а вот еще кнопки значит вот эти нижние они отображают информацию можно менять отображаемую информацию на экране вот нажатие кнопочки и у нас сменились пошли секунды видно вот здесь секунды меняем пошло еще одно время вот здесь индикатор времени виден да знаю как то не очень я вижу как вы видите вот индикатор времени то есть можно настроить если вы допустим привыкли жить по своему времени работаете в другом часовом поясе можно настроить у вас будет два времени время местное время свое любимое так скажем вот снова нажимаем кнопочку у нас получает появляется секундомер секундомер дальше в обычное меню выходим в обычное значит долгое нажатие кнопки down выводит нас в другое меню генеральное так и написано тут очень много настроек настраиваются дайв то есть какой у вас будет можно отключить вообще режим погружения это режим погружения дайв моды вот значит навигации по меню идет вот этими двумя кнопками короткими короткими нажатиями то есть вот видно следующий режим будильник можно поставить следующее время настройка времени вот настраивается другое время то есть родное или неродное наоборот как вам удобнее так дата можно настроить удобные единицы измерения метры там и прочее кому как удобно так баклайт подсветка подсветка есть кстати поэтому очень удобно с компьютером работать и в условиях плохой видимости также вот контраст настраивается то есть если кому-то не очень контрастно можно все настроить так тонус тонус сигналы какой сигнал когда подается но и версии оборудования версии оборудования это я думаю не существенно мне вот лично она ничего не говорит значит выход идет любой кнопочкой а вот не любое моды вот этой кнопочкой выходим из меню вот а выбор допустим если мы хотим настроить какой-нибудь да давайте настроим что-нибудь вот вышли опять генерал генеральное меню настроим режим да его выбираемся кнопочкой select выбрали вот на мигала air воздух мы на аэре будем и ходить все select опять же и все вышли из режима можно также настроить как стать можно вообще отключить режим погружения он не будет работать но выезжая на дайв и потом непосредственно на дайве надо проверить убедиться в том что режим включен и настройки режима сделаны правильно там можно настроить она это в другом меню это в другом меню то есть очень много настроек у компьютера можно настроить вот для того что какая у тебя степень усталости компьютер будет это учитывать на каком воздухе ты работаешь то есть просто воздух там на есть режим даже фридайвинга тоже для фридайверов это тоже штука будет полезно вот подсветка включается длительным нажатием на сейчас у нас вот этой кнопки моды но сейчас у нас вряд ли будет ее видно потому что день солнечный погода благоприятствует надо собираться и будем смотреть его уже под водой будем смотреть под водой кстати режим да его режим погружения включается автоматически на глубине метр двадцать значит если он включен на компьютере почему его и надо проверить что он именно включен тогда он автоматически включается на этой глубине и при подъеме автоматически выключается на глубине 90 сантиметров по моему если я не путаю вот автоматически выключается также есть так вот здесь значит у нас переключение вот если этой кнопкой мы можем как бы экраны перелистывать кнопка моды короткое нажатие 1 дайв мы видим что дай фаер вот он у нас проверка идет в этом режиме компьютер сам тебя тестирует все все нормально у нас сейчас 26 градусов показывает но это я в руках его держу значит время 1101 это время потом значит здесь также этими кнопками перегрузка переключаются различные отображения информации вот видно да вот будет показываться значит там глубина максимальная температура также так следующий режим опять же короткое нажатие кнопки моды так план то есть можно планировать погружение здесь я пока ничего не скажу потому что я не занимался этим режимом не смотрел даже не изучал пока дальше идем следующий режим нас мем память вот говорит что у нас в памяти нет еще еще я с этим компьютером не погружался и в памяти у нас еще ничего не отложилось ну и снова в их следующий экран time опять время ну вот так вкратце как он будет вести себя на глубине под водой сейчас посмотрим я вам покажу и по возможности расскажу и объясню все собираемся одеваемся и под воду вот так вот значит что можно сказать о компьютере мне он понравился было включено несколько функций во первых сразу постоянно отображается глубина даже находясь толще воды ты можешь посмотреть на какой глубине ты находишься и что с тобой происходит поднимаешься ты или опускаешь потому что без каких-либо видимых ориентиров это очень сложно установить при помощи компьютера это все хорошо видно так значит сейчас покажу сразу в режиме дайва значит что где показывалась вот глубина 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 текущие глубина текущие здесь у нас было время безопасной остановки если она не было необходимо было необходимо показывала здесь время здесь температура воды и максимальная глубина погружения на данном да и вот все это отображалась на экране видно хорошо значит но когда был подан сигнал кстати да настраивалась два параметра о которых компьютер нам должен был сигнализировать это максимальная глубина погружения максимальная глубина погружения и максимальное время значит когда мы превысили настроенную глубину погружения для нас максимальную компьютер подал сигнал вибрационный такой шумовой сигнал значит но сначала я не понял даже откуда он идет я думал это какой-то посторонний звук то есть но по неопытности конечно было больше внимания на то что нас окружает интересно вот и я не сразу понял что значит это сигнал от компьютера мой body партнер тоже кстати слышал хотя он находился метрах двух он этот сигнал тоже слышал но когда мы поняли что это скорее всего от компьютера сигнал посмотрел я действительно да он сигнализировал о том что превышена максимально допустимая глубина вот так что это большой плюс большой плюс значит чтобы не прозевать потому что очень много бывает таких несчастных случаев когда превышает максимально допустимую глубину или там температуру используя летний регулятор да вот поэтому я считаю эта функция очень важно но и и далее мы можем про анализировать свои да и вы каким способом теперь значит выбираем функции память да и план тайм тайм нам не надо да и план вот мем память вот у нас вышла информация вышла информация значит о последнем третьем дайве мы можем также перелистать да и вы вот второй дайв 1 дайв вот то есть информация всех совершенных нами дайвах хранится в компьютере ну давайте посмотрим вот второй дайв значит кнопкой select выбираем все вот у нас информация о втором дайве и так что мы здесь видим видим что вот этот параметр и буква а мы не совсем поняли что он обозначает скорее всего что это дневное погружение значит состоялось 16 09 17 значит время в 1355 погружение длилось 53 минуты максимальная глубина 11 и 9 метров вот далее значит нажимаем select опять выбираем видим значит сурф тайм 059 минут значит это я не совсем значит а не совсем понял что это такое сурф тайм значит и есть параметр avg 5 и 7 метров это наверное средняя как раз глубина средняя глубина нашего погружения скорее всего вот и максимальная глубина 11 и 9 нажимаем кнопочку select опять же переходим на профиль нашего погружения где видно как мы погружались можно перелистать его здесь отображается температура и глубина сверху вот можно перелистать посмотреть вот видно да здесь время 1 минута погружение время 33 на 1 минуте погружения мы достигли глубины 3 9 метров температура была воды 17 градусов листаем дальше вот видим что на 2 минуты 1 и 2 метра мы находились температура 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 15 градусов понизилась вот такая информация если мы еще select выберем вернемся к начальному экрану второго дайва покупал я компьютер в магазине подводного снаряжения safety stop значит ссылочка будет в описании обязательно на сайт магазина на группу вконтакте так что я рекомендую рекомендую всем особенно начинающим и профессионалам компьютеры подобного рода мне он очень понравился легок в обращении в принципе если вы работаете с сотовым телефоном то не будет труда обучиться работе с этим компьютером кстати чуть не забыл есть здесь специальное гнездо шнурах правда нет в комплекте но купив отдельно шнур для компьютера вы можете все свои погружения все как бы записанные погружения с компьютера сбросить на персональный компьютер и уже на большом экране специальной программе просматривать и анализировать собирать информацию о своих погружения сохранять ее самое главное вот сохранять эту информацию потом сидя в кресле качалки уже можете стать стать на экране и смотреть да да здесь я был вот я помню да да вот так вот значит кому было полезно поставьте лайк конечно оцените ролик подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые ролики мы до новых встреч удастесь до новых встреч